В крестьянско-фермерском хозяйстве Калинченко вовсю кипит работа на полях с сахарной свеклой. Благодаря современной технике труд работников сведен до минимума, только и успевают отгружать урожай. В хозяйстве уже закончились работы по сбору подсолнечника, а на днях планируют приступить к уборке кукурузы. В нашем хозяйстве в районе 700 гектар земли. Сейчас производится уборка подсолнечника, уборка сахарной свеклы. Ну, 70 гектар примерно уже убраны свеклы, осталось 50. Проблемы только с приемкой на сахарных заводах. В основном нет. Ну, а подсолнечник, вот, уже спешу ехать, отгружать. А вот в агроферме «Родина» кукурузу уже убирают. Несколько дней в поле работают три современных комбайна. Средняя урожайность в хозяйстве пока 55 сантиметров с гектара. Но аграрии надеются, что на момент окончания уборки результаты станут выше. Лишь бы погода не подвела. При уборке кукурузы обстоятельства складываются пока благоприятны. Если будет хорошая погода, я думаю, мы уберем нормально, в сроки, без потерь. На данный момент в хозяйстве, на сегодня приступаем к копке сахарной свеклы. Хотя там, конечно, есть проблема с приемкой сахарной свеклы. Очень большая из-за квоты. Но сегодня начинаем. Также убрано подсолнечника на площади 580 гектар. Урожайность составляет 22,5 сантиметра на убранную площадь. Это связано, конечно, частично из-за того, что 700 гектар у нас попало под град по весне. Также приступили к уборке кукурузы. Урожайность немножко не так, которую ожидали. Но все равно 55 сантиметров на данный момент идет. Думаем, дальше она должна повыситься. Ожидаем начала уборки сои. Пока в нашем хозяйстве она еще влажная. Влажность почти 30%. Но за неделю это дело может подойти. Практически во всех хозяйствах района уже начались работы по подготовке почвы к севу озимых культур. Из 25 тысяч гектаров под урожай 2013 года подготовлено уже около 6 тысяч. В агроферме «Родина» после обработки поля с помощью дискатора останется лишь провести предпосевную культивацию. Идет подготовка под севу озимых культур. После подсолнечника из плана 2500 гектар. Мы только подготовили всего в пределах 300 гектар. Но после сложных пропашных культур, это подсолнечник, кукуруза, мы проводим внесение удобрений по 100 килограмм для разложения поджневных остатков. И потом заделку этих удобрений. На сегодняшний день в Лабинском районе приоритет отдается выращиванию сои и кукурузы. Они занимают более 45 тысяч гектаров земельных площадей. Благоприятные погодные условия пока служат в помощь агрария. Урожай планируется собрать вовремя. На сегодняшний день практически все хозяйства и КФХ, крестьянское и фирменское хозяйство приступили к уборке пропашно-технических культур. Значит, из 25 тысяч кукурузы на сегодняшний день убрано 2000 гектар. Урожайность составляет 62 процента. То есть 62 центнера с гектара. Значит, подсолнечник у нас возделывается в районе на площади 5400 гектар. Убрано уже 1800 гектар. Урожайность составляет 21,5 центнеров с гектара. Сахарная свекла возделывается в районе на площади 1600 гектар. Убрано 178 гектар. Урожайность 407 центнеров с гектара. Жанна Выбор, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.